На настроение российской армии эта смерть хоть как-то повлияет или вот отсутствие вагнеровцев на территорию Украины, в общем-то, не сильно расшатает? Смотрите, большая демотивация. То есть большая демотивация, тот, кто считался самым бравадным и близким к ним, мы же видим, что Пригожин оставался полевым командиром до конца. Спал в палатках, прилетал к ним, кушал с ними, агитировал зэков. То есть он был на поле с ними, то есть элитарный, но с ними. Шойгу так никогда не делал. Шойгу, Путин, Герасимов — это кабинетные крысы, которые имитируют выезды на поле боя, и даже имитируя выезд на поле боя, они же на фронт не выходят. Они в кабинет, пункт управления, штаб, максимум. Вот это как раз-таки тоже такой ответик, что убили одного из них, тех, кто на поле боя, и им показали, что ваша цена жизни ваша ноль. И их унизили этим. Соответственно, это само собой будет подогревать потенциальный мятеж. То есть появление правильного, мотивированного, харизматичного полевого командира повлечет за собой десятки тысяч других солдат, которые за ним легко пойдут. Вот это то, что они создали этим убийством. Всем понравилось то, что делал Вагнер, и зарплаты, которые он платил. Путин же всем солдатам такие зарплаты не платит. А Вагнер платил, как-то же он у Путина брал эти деньги, доносил, не воровал. То есть вот им это нравилось, и его убили. Соответственно, они чувствуют, что сейчас нарисована большая линия ров такой целый, где написано, что Путин ворует для себя, для Кабаева, для Медведева, а для них нет. А Пригожин за них воровал и доставал деньги. Соответственно, вот оно разделилось. Этих два мира, большой элитарный, и вот эти пацаны в окопах, они разошлись в два разных мира. И это как раз подогревает мятеж. Для нас это очень хорошо. Нам нужно масло только подливать. Нам нужно вот... Следующий мятеж нужно, чтобы начинался с рублевки. Чтобы эти все голодные голодранзы русские солдаты начинали с золотых унитазов Шойгу, Путина и Кабаевой. Вот. И то, что вышло... Ну, снова же мы видим, что там где-то Навальный пытается в это встрять. Они там интервью, не интервью, а расследование с яхтой показали. Но этого мало. Яхта — это не самое ценное, что есть у Путина. Явно не моряк. Вот. Нужно показывать дома. Путин — фанат недвижимости, дорогой недвижимости. Вот нужно показывать его унитазы. Ну, вот я думаю, там не один десяток золотых батонов просто в каждой комнате. Соответственно, вот нужно начинать с десакрализации рублевки и вот поднимать большой левый бунт. Я думаю, это как раз та история, которая сможет перевернуть сознание многих. Кто может дойти до той рублевки? Ну, вот РДК позвали вагнеровцев к себе, да? Как вам эта история? Верите ли вы в этот союз? Ну, особенно как-то очень странно звучат призывы, что они призывают тех, кто не совершал преступлений в Украине. Ну, как-то это смешно. Нету таких. Ну, снова же, посмотрим. Я не сильно верю в объединение. За ними стоят разные олигархические формирования. Аналогичная история с Гиркиным. Тоже еще вообще другой огород. Но наша задача, с одной стороны, создавать, с другой стороны, где-то поддерживать, а с третьей стороны, этим всем управлять, создавая хаос. Поэтому пусть они там в банке между собой. Если они убивают друг друга, тоже хорошо, на самом-то деле. А что за отдельная история с Гиркиным? Вы вообще верите в продолжение какой-то его истории? Последний он через несколько дней после смерти Пригожина уже написал обращение, в котором Путина, кстати, даже не обвиняют. Ну, и Навальный не обвиняет Путина. Смотрите, какая череда этих сидящих на зоне, которые обвиняют Ельцина, я не знаю, Хрущева, которые обвиняют Ленина, Маркса. Всех обвиняют, но Путин ни при чем. Ну, это типичная тюремная литература заключенных советских лагерей, концлагерей и русских лагерей. Ну, слушай, наши все, кто из украинцев сидели в тюрьмах, ничего не писали, ни под чем не подписывались. И они ничего не могли сделать. А русские, видите, они такие. Только там по столу постучали, они уже садятся писать письмо великому Путину о помиловании. Ну, это тоже к качеству людей, к качеству политиков и оппозиционеров. Я думаю, что Гиркин сам себе не принадлежит. Это чистый Малафеев, православный олигарх. Причем, как мне, я смотрел где-то месяца два назад, его оштрафовали в Штатах на целых 5 миллионов долларов, что выглядит очень смешно. То есть олигарх, у которого несколько миллиардов, оштрафовали на 5 миллионов просто. И это больше выглядит как метка. Смотрите, его Штаты оштрафовали, значит, он точно не работает со Штатами. И я думаю, что это как раз подтверждение. Маленькая сумма как раз подтверждения, что как раз-таки он пошел в ФБР или CIA, в ЦРУ сдавать Путина и ему подобных. Вот где-то, возможно, поэтому Гиркина и арестовали. Но, понимаете, Бастилия ж в России тоже возможно. То есть и сжечь тюрьму, и освободить тюрьмы, и оттуда пойти на Кремль. То есть освобождение России, оно сейчас будет лежать в неком таком литературном сценарии, вот чего-то такого, о чем мы раньше читали книга. Потому что вот оно уже зашло в такую нерациональную плоскость, где вот просто обычно там выборами, я не знаю, чем-то таким другим, что очень нормально для мира, что очень нормально для 21 века, для России будет неприемлемо. Вот нужно вот такое что-то, чтобы горело, чтобы убивали, чтобы резали. То есть не вижу сейчас инструментов адекватного смены режима, продолжения режима, тоже не вижу адекватного. Вот не пойдет он просто на выборы, и просто его не переизберут. Вот нет такого сценария. То есть вот просто все уже так настроено, столько интересов и мировых, и внутриолигархических, и этих внутривоенных, и региональных, что тоже очень важно, да, много регионов же саботируют подачу военных. Вот, и вот эти все русучи, РДК, даже есть армия РЖД, и у этого, у Дерипаски есть армия Локомотив. Каждый олигарх сейчас имеет армию на несколько десятков тысяч. Перекупить олигарха — это, ну там, несколько миллиардов долларов официальных денег где-то на офшоре Накаймана. И все, олигарх был русским, стал израильским, британским, польским, я не знаю, украинским. Вот, и с ресурсом мы видим, что 30-40 тысяч достаточно, чтобы дойти до Кремля. Вот, естественно, очень много вводных появляется, но оно все должно быть литературно красиво. Оно должно лежать где-то на страницах книги «Тысячеликий герои». Вот это будет. И оно понравится россиянам, это 100%. Ну, россиянам понравился и бездарно организованный недопоход Пригозина на Москву. Мы видели, как они, чепчики, бросали пирожки с пряниками носили. Субтитры сделал DimaTorzok